Мы сегодня строим дом для Гучи! Не-не-не, не для Гучи, мы строим домик для охранника. Вы же знаете, у нас неприятность случилась, нас грабанули. Поэтому у нас здесь будет круглосуточная охрана. Вот у нас есть такое вот помещение, прям при входе. Здесь у нас будет находиться круглосуточный охранник. Чтобы охраннику было удобно. Вот что мы придумали, вернее я. Так что вот сам домик, вот такой. И потом вот тут, что внутри, тут будет китчен. Ну, кухня будет просто 30 и огромная вот такая косточка. Понятно. Кухня в собачьем домике? А как-то будет тону 30. Не обязательно тону, но главное, чтобы охранник не отлучался. Чтобы ему не надо было выходить там и тратить время, и оставлять дом без присмотра. Потом возле кухни будет лестница внутри. А кто это все встроить будет? Ну как кто? Кто в доме строитель? Я. А я буду все тихо ехать. Короче, Катя у нас архитектор, я строитель. А Максим будет нам помогать. Да. Я буду помогать с... Помещением. Так, вот тут будет диван. Вот будет сторидж. Потом тут будут полки. И потом тут будет наверху лестница. Короче, я понял. Наша задача, чтобы наша собака в случае опасности могла быстренько забежать, сориентироваться на местности. И если что, остановить этих вредных людей. Да. Ага. Потом вот тут будет миленькая, маленькая, а хотя огроменная кровать. И потом наверху будет полка. Катя, давай уже строим. Сейчас. Вы же не знаете, что надо строить. Потом тут будет маленькая, миленький букшелф. Ну, букшелф для игрушек, для собак. И потом вот тут будет терраса, как на... Поехали за материалами. Сейчас. И потом тут будет ледишки. Вот тут будет полки для цветочков. Над... Как их... Зачем охраннику цветочки? Главное, чтобы было безопасно все. Потом тут будет... Поехали уже. Сейчас вот и мне вещь. И стоппингстон. Ну, маленькие коврики. 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 И потом тут будет треугольная крыша. Последняя крыша. Он забыл. Ковер. Так, так, так. У нас есть метр восемьдесят. Здесь на... На шестьдесят. Окей. Поехали за материалом. Так. А я буду просто декорацией покупать. Прежде чем ехать в строительный магазин, у нас же домик должен быть какой-то там модерновый, такой современный. У Кати проект такой. Это будет лог кабин. И все будет очень миленькое. Тогда давай. Перед тем, как ехать в строительный магазин, давай заедем, заглянем в магазин для собак, для животных. Может, там уже готовое решение есть? Не, я хочу сама построить. Там будет красота. Ты хочешь сама построить, или чтобы я построил? One of a kind. Погнали. Вы будете смотреть Катя's влог. Влог. Влог, не влог. Влог. Сейчас, сейчас мы купим, я надеюсь, может быть, готовое решение сразу с торжевой собак. Нет, нам надо самое новое, one of a kind. Надо сначала пойти в Патентхом, что-то купить, всякие кроватки. Так у нас есть куча кроватей у собаки. Для собак нету там много домов. Там есть дом. Сейчас все увидим. Последний раз, как я тут спала, это когда мы отдавали котят на прививку. Что, они прививки будут делать? Да. А там будет, а там тоненькая иголочка, только кольки все. Это когда еще? Сто лет назад. А, да. Да. Да, мы Клевны тоже. Клевны мы уже возле нас вакцинировали. Реально? Да. Это еще Муркиных мы сюда возили. Так, ну все, пошли выбирать. Пошли. Для огромных сорок. Это и надбаттерный баттер? What? Для угощения для собак. Нам надо в кухню. Нам надо домик. Нам надо в кухню. Где домики? Так, нам надо целую коляску. Так, я выбираю еду для кухни. Окей, строить, в общем, вся стройка на мне, я понял. Нам надо это, да? И... Что? Это для кошки домик. И вообще, это маленькая. Катя, это для больших собак, она в рот не влезет. Я ей дам вот такую косточку. Вы не понимаете ничего. Это собака, она королевская. О, там маленькие собачки. Я никак не могу дойти до домиков. Ты тут кролика увидели? Подушка под головой. Подушка? Вау. Это у него там шея вот такая. О, мой господин. У нас видео про домик для собаки или про кроликов. Вот неплохой домик, идем посмотрим. Не, немножко это неправильный домик. Это вообще-то... Что это? Только тут кролики живут. Нам это надо купить. Вот то, что мне нужно. Так. Это что, для лисов? Лисов? Это для зая. Это тоже... Это для каких-то пушистиков. Мне этот вариант подходит. Его можно модернизировать, поубирать лишнее. Сейчас еще подъедем в строительный большой магазин, посмотрим, может там есть что-то лучше. Если ничего не находим, возвращаемся сюда, берем это и из него будем делать сторожевой дом. Будь куда сторожа. Со сгущенкой для собак. Со сгущенкой для собак? Это покрасить белым с антиаллергеном для собак белой краской. Сделать сгущенку для собак. А домик пришли делать, а не сгущенку. Пошли в строительный магазин еще. Так, вот наш строительный магазин. И сейчас мы тут попробуем подобрать или готовый домик, или посмотрим, что у них есть. Может мы попробуем из деревянных досок построить то, что ты хотела? Да, это оригинальная идея. Вот сейчас посмотрим, что у них есть в наличии. Просто я не хочу прям вообще из обычных досок. Может чтобы хоть что-то было готовое уже. Я тут посмотрел, Кать, это ж столько работы. Это ж нарежно, сверли, накрути. Может мы все-таки вернемся к той идее и купим в том собачьем магазине вот этот домик. Но мы его переделаем. Мы обязательно сделаем какую-то терраску, какие-то там выходы, приходы, окошки и тому подобное. Но нам нужно дерево, чтобы это сделать. Ну то не проблема, если чего-то не хватает, я приеду быстренько и докуплю. А сейчас идем берем тот домик и пробуем из него что-то сообразить. Окей. Окей? Домик, домик, легучий готов. Огромный домик, еле поместился мне в багажник. Вот, выгружаем. Ну все, Куча, встречай в свой новый домик. Ты большой такой. Ес, ес, ес. Поехали. Катья, я продолжаю снимать. Ес, ес, ес. Ей, ес, ес. Повозим сейчас, забираем кресло и начинаем собирать этот сторожевой дом. Дом охраны. Кучка, привыкай, у тебя будет большой дом, а не маленький. Ес, 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 ес. Это мы убираем отсюда. Это нам здесь не нужно больше. Здесь будет жить охрана. Домик готов. Готов? Да. Осталась крыша. Надо красить. Так он же крашеный. Надо сделать лучше. И другой цвет, но краску иголку. И красьте, я не против. А я все приготовила. Когда? Я все успеваю. Я подготовила 4 цвета. Они такие светлые, красивенькие, как для девушки. Есть, пипи? Так, у нас есть зеленый, фиолетовый, синий. Синий. Роза. Это фиолетовый. Это синий. Лавендер лекс. Напишите в комментариях, это синий или фиолетовый. И потом красивенький и желтенький. И куда ты каждый цвет собираешься красить? Итак, спальня у нас будет фиолетовая. Окей. Она будет вот тут. Потом желтая холлэй. Имеется в виду выход на террасу. На обзорную террасу. Да, да, да. Еще один холлэй. И я обожаю зеленые кухни. Они такие красивые. Красиви. Красивые. Я хотел бы быть собакой, чтобы у меня был такой шикарный дом. Приступаем к красим. Хорошо. Я синим. Все испачкаетесь. Я синим. Я чуркухню крашу. Так. Я подготовилась. У меня есть футболка, которой не сильно жалко, если испачкаешься. Так, это мой цвет. Как это открыть? Сейчас я вам все помогу. Кофту сразу сними. Окей. У нас в комнате тепло, чтобы не заляпаться краской. Ну что, прошу. Вот вам кисточки. Спасибо. Потом, вот вам, чтобы пол. Вы мне тут не заляпали. Надо застелить все. Я хочу Пепа Пик. Ну ладно, давай начнем с Пепа Пик. У нас такая модная будет закрывашка от краски. И так Пепа Пик. Надеюсь, ее хватит. Да. Что-то она какая-то сильно маленькая. А ну как раз. А ну-ка, ну-ка. Вот, она еще. Ага. Давай. Попей распределяем. Вот это под домик, чтобы все было красиво и аккуратно. И чисто. О, вау. Вау. Красивый цвет. Я вот уже испачкался в краску, поэтому рекомендую настойчиво одевать перчатки. Прошу. Окей. И так, приступим. Много. Что? Закончик кисточки нужно макать. О. Хороший выбор цвета. Ага, я сама выбрала. Красота, красота, красота. Та-да. А я пока посмотрю, как вы тут наводите красоту. Да, Гучи-Гучи. Ага. Первая стенка готова. Переходим на эту. А мне еще половину, как минимум одну стенки. Закончила. Наконец-то. У меня уже высохло, Катя. Это потому, что у тебя окно и у меня целая стенка. Я вам уже приготовил вот новую красочку. Так, желтая. А мне? Вот и тебе, пожалуйста. Вот у меня уже пальцы немножко и желтые. Смотрите, смотрите. О, е-е-е-е. Ярко. У меня уже три пальца желтых. А почему я перчатки не надел? Не знаю. Вот мой обалденный розовый. Вот такой, светофор. Вы заметили, что я постаралась купить самые пастельные цвета? Красивые. Да, получается очень даже мило. Не мило, это гар. Ну, она же девочка. Катя, что ты тут делаешь? Я пробую подвинуться. Будут желтые волосы у тебя. Пожалуйста, нет. Папа, дай мне, пожалуйста, этот пакет на голову. Не-не-не-не-не. Давайте старайтесь аккуратно, без желтых волос. Ага. Приступаем наносить розы. Что ты там делаешь? Давай быстрее. Я крашу, Макс, я крашу. Бери за вон от. Город. Закрычила. У меня даже уже высохло. Молодцы дети, быстро, кстати, справились. А что мы делаем с полом? Да, я немножко тут испортил. А, это я все предусмотрел. Для собаки нашей будет мягкий и теплый коврик. И очень удобный. Вот такой шикарный пол. Мягенький. Сейчас еще дырочку только вырежем и все. Коврик и внизу, и наверху готов. Будет нашей собачке и мягко, и лакшери, комфортно и удобно. И так, крыша. Первый кусочек вот так вот. Класс. Уже выглядит контор. Второй кусочек. И последний. О, отлично. Можно обустраивать. Но прежде поставьте на место. Вот тут. И подняли. Ставим на место. Дальше, 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 Макс. Мы все видим, все сделаем. Посмотрите, как круто получается. Есть выход прямо на подоконник. То есть на террасу. То есть это такая зона, где собака туда-сюда ходит и проверяет, нет ли каких-то чужаков. Итак, дети, вы занимаетесь тут благоустройством. То есть всякие кровати, тарелки, все, что надо должно быть здесь. Я сейчас ставлю кровати, тарелки. А я займусь лестницей. Нам же надо собаке, чтобы было удобно. Так, прыг-прыг и уже наверху. Она у нас, конечно, не сильно попрыгучая, но я думаю, справится. Итак, кухня. Сначала это стелим. Коврик для еды. Такой собачьи тут лапы. Ставим сюда. Ес. Одна тарелка для еды. И вторая для... ...воды. Тут у нас еще есть орехное масло. Арахисное масло. Арахисовое масло. Арахисовое. Арахисовое масло. Мы поставим под лестницу, когда ее построится, чтобы был склад со всей едой. Так, теперь время спальни. Она похожа, как шапка-ушанка огромная. Мне кажется, это не влезет. Влезет, влезет. Посмотри. Хотя... Да, не помню. На весь коридор. Реально? Ну, да. Окей, надо что-то думать. Я быстро. Что я придумал с лестницей? Весь дом построеных кирпичей. Самое простое это кирпичи. Оу. Ничего не оу. Сейчас все сделаем. Будет очень крутая лестница. Оу. Окей. Посмотрите на вот эту красоту. Я сделал настоящую, надежную кирпичную лестницу. Обшил шикарным ковриком, чтобы собачкиным лапкам было мягко, удобно и комфортно. И вот туда мы ее сейчас раз. Собачка прыг, прыг и сюда. И сразу уже на боевом дежурстве. Да. И еще она может выйти на террасу и тут сидеть и гавкать на всяких жуликов. Посмотрите, какой у нее шикарный обзор. Целых два окна. А чтобы ей было комфортно, я ей взяла вот такое одеяло. А, то есть это будет ее кровать? Ага. А у нее же есть, вон, кровать. Как раз по размеру. Ну, это будет красивее. Новый дом, новая мебель. Все. Гуча, надо поменять домик. Гуча. У тебя новый мебель. Подождите, надо поставить это внутри дома. А, кстати, да, ни одного отрица, ни одно его угощение. Вот у нее тут storage. Кладовка для еды. Да. Так, Гуча, примеряемся. Давай. Исследуй твой новый дом. Новый дом, посмотри. Примеряться, давай. А ну, как ты будешь выходить, охрану делать тут нам на террасе. А ну-ка. Теп, теп, теп. Теп, теп. Теп, теп. Теп, теп. И на кровать. Правильно. Правильный охранник должен уметь спать. Вот что делают охранники? Они же спят целыми днями на работе. Вот. И наша собака будет спать целыми днями на работе. Когда проголодаешься, Гуча, у тебя тут внизу есть кухня. Так, Гучи, время обеда. Гуча, а ну давай спускайся. Можа. Ну, давай, давай спускайся. Ты сейчас попробуй? Этот наш охранник хочет есть в кровати. Гучи. Пойдем, папа. Теперь пора есть. Да. Вниз. Она не хочет на лесу. Ах, ты такая собака. Ты хочешь тест? Коми. Коми. Как всегда, косточку берет. Ой, молодец. И прям в свою кровать. Охранять наш дом. Надо было эту кровать поставить. Оп. И убежала. Кому мы дом построили? Мы вообще-то наши и Гучи-Гучи. Но она любилась там лежать, да. Она вернется. Она, видимо, хочет сама снять косточку, чтобы мы у нее не отобрали. И вернется, будет работать тут охранник. Я бы еще хотела бы поставить свет вокруг, чтобы было красиво вечером. Окей, хорошая идея. Да. Мальчики, я предлагаю вот этой красотой украсить дом. Хорошо. Как раз такие же цвета, как у нас в дочке внутри. А это было? Ну, давай цеплять. Думаю, вот так будет хорошо. Да. Красота. Да. Это с нами вот сюда, чтобы заряжалась, конечно. Да, она работает на солнечных батареях. Ну что, попробуем включить? Давай. Так, а где хозяйка дома? Это же надо ей все показать. Для кого мы стараемся? Я ее позову. Вот и хозяйка дома. Почему у вас так темно? Потому что мы выключили свет. Сейчас будем экспериментировать с этой гирляндой. А ну, Макс, включай. Раз, два, три. Елочка, гори. О, е, круто. А еще темно, потому что мы целый день потратили на это. Мы целый день занимались домиком для Кучи. А ну, Кучи, примеряй. Смотри, как тебе нравится. Давай, заходи. Кучи. Кучи, давай в дом. 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 Держи. Так кого мы старались? Выпей. Go get it. Go get it. Go get it, baby. Go get it. Baby, do you want this? Oh, yes, you do. Oh, yes, you do. Do you want this? Get it. Она не хочет. Она прибыль. И вообще-то, она будет здесь жить. Она просто камера стесняется. Она не любит в видео участвовать. Она на видео совсем не ела котлетку, но прям как мама выключила камеру, она сразу взяла. Так что сейчас, как только мы заканчиваем видео, идем заниматься своими делами, а Гуч-Гуч придет, будет тут жить и будет сторожить наш дом. Да, собака? Ну что, мы сделали красоту? Да, мы старались. И теперь нашей охраннице будет проще вот выходить сюда в домик и смотреть на улицу и охранять наш дом. Будет. Следовала? Ну что, Гуч-Гуч, мы тебя поздравляем с новым жилищем. Это твой не просто дом, это твое рабочее твое место. Мы постарались. Я думаю, что Гуч-Гуче должно понравиться. Да. Если вам понравилось, как мы обработали наш домик охранника, то можете уже ставить лайки. Пишите комменты, если бы вы построили такой домик вашей собаке. Двухэтажный дом для собаки, это что-то новое. Теперь мы будем слышать сигнализацию, когда будет любой человек проходить мимо дома. Да. Так что не зря мы это сделали, мы можем теперь и спокойно отдыхать дом под охраной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Это вкусно. Я попробовала, оно вкусно. Настоящий арахисовое масло. Тут нету сахара или соли. Так что если вы на диете, берите арахисовое масло.